Оказывается, слово «баба» — однокоренное слово с глаголом «бабачить». «Баба» — это не обязательно лицо женского рода. «Баба» — это тот, кто «бабачит» постоянно и бессмысленно о чем-то говорит. «Бабачить», «барбарить». Варвары. Кто такой варвар? Это человек, который не может нормально связанно излагать свои мысли, которые не обладают знанием, которые черпают всё своё мировоззрение из окружающей их среды. Что такое варварство? Это язычество. Это поклонение матери-земле. Это поклонение окружающей среде. Мар-мар-мар-мар-мар-мар, да? Ас-саламу алейкум ва рахматуллахи ва барракяту. Во имя Аллаха, милостивого и новосердного. Сегодня хотелось бы ещё немножко поговорить о языке, о словах. Как известно, кто владеет языком, тот владеет разум. И поэтому лексикон у человека, он крайне важен. То, какими словами, какими терминами человек пользуется, какие обороты речевые он использует, какие штампы словесные применяет в своей речи, это не только показатель состояния его мозгов. То есть, понятно, говорят, что там в голове, то и на языке. А на самом деле это только одна часть. Вторая часть – это то, что у человека на языке, то форматирует его мозг. Вот употребляя я слово «сёдня» вместо канонического «сегодня» или «сегодня», это тоже показатель моего состояния, моего разума, той опрощённости, которая тотально давлеет над нами всеми. Ну, а начну я употреблять слова «перцепция», «эмпериокритицизм» и прочие «манизмы». Это тоже будет показатель того, что человек пытается выглядеть умнее. Сразу хочется вспомнить один классический советский анекдот, который нам на первом курсе истории КПСС рассказал профессор Попов в институте. Значит, приезжает лектор в глухую советскую деревню, собирают там колхозников. И вот он выступает и читает им длиннющую лекцию про научный коммунизм. Он сыпет такими словами, как тот же самый «эмпериокритицизм», «материализм», «идеализм» и так далее, и так далее. Значит, а если кто не помнит, то в Советском Союзе была такая очень известная тема, что Маркс, Карл Маркс, который взял у такого философа, как Гегель, «здравое зерно» отбросил идеалистическую шелуху и получил на выхлопе марксистско-ставшую ленинской философией. И вот он, естественно, лектор все это рассказал. Приходит местный колхозник домой, жена его спрашивает, «Ну что, муженек, что там рассказывал лектор-то?» Он говорит, «Да ты знаешь, судя по всему, какой-то Марк спер у Гоголя зерно, а шелуху выкинул, наверное, судить мужика будут». Вот это и есть показатель того, как люди воспринимают разные слова. Будут судить, а что делать? Судить по словам, а не по делам. Но это все лирика, о чем я, собственно, хотел сегодня поговорить. О том, что замечательные мои друзья и зрители постоянно подбрасывают мне новые темы, за что я им очень благодарен. И вот Галина Зайнулина, совершенно очаровательный комментатор и прекрасный филолог, судя по всему, указала мне на такую интереснейшую вещь. Оказывается, слово «баба»… Ну, если кто смотрел мои видео, да, ты помнишь, что я говорил в нескольких сюжетах о бабах, об этом термине. Слово «баба» – это однокоренное слово с глаголом «бабачить». Это знаменитое Мандельштамовское «бабачить и тычет», которое якобы обсуждал лично Иосиф Фессарионович Сталин с Ягодой, прежде чем засадить Мандельштама на вечные времена. Слово «бабачить» причем означает «говорить». И вот тут пришло очень интересное такое решение. Откуда произошло слово «баба»-то? «Баба» – это не обязательно лицо женского рода или пола. «Баба» – это тот, кто «бабачит», постоянно и бессмысленно о чем-то говорит, не имея конечной цели разговора. Чем отличается мужчина? Он отличается немногословностью по неважным темам. То есть, если есть какая-то конкретная цель, если есть конкретная тема, мужчина может и должен и умеет много и хорошо красноречиво на эту тему говорить. Но вот такие разговоры типа «А я пошла там, купила кофточку домой, там сыночек что-то там уронил». Бесконечное перемалывание бесцельных событий, вернее, бесконечное бесцельное перемалывание произошедших событий, оно не относится к мужчинам. Это больше женское прерогатива. И поэтому «бабачат» в основном женщины. Это факт. Но откуда тогда произошло слово «бабачить»? Тоже ведь интересно? Ну хорошо, «бабачат бабы». То есть, кто такая баба? Или такой? Кто такой баба? Это тот, кто постоянно, бессмысленно и без цели бабачит, болтает, разговаривает. Что это там несет? Ну баба, бабачить. Не знаю, как у вас, но у меня очень яркие параллели с «барбарием». «Бабачить», «барбарить». Варвары. Кто такой варвар? Согласно официально, так сказать, истории и греческо-римского к ним отношения. Варвар – это человек, который не может нормально связанно излагать свои мысли. И он не произносит каких-то осмысленных речей, а что-то постоянно бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар. Отсюда барбариен. Ну, в русской транскрипции «варвары». Ну, бар-бар, баба. То есть, собственно говоря, если вот так провести параллель. Кто такие бабы с точки зрения цивилизованного человека? Это варвары, Которые не обладают знанием, которые черпают всё своё мировоззрение из окружающей их среды. Не более того. Как цыгане, чё, вижу-то, поют. Я не слышал такого про цыган, я слышал про акинов, каких-нибудь среднеазиатских. Да. Примерно так. Что такое варварство? Это язычество. Это поклонение Матери-Земле. Это поклонение окружающей среде. Грубо говоря, ветру, который приносит изменение погоды. Вы спросите меня, как же Древний Рим, они сами были язычниками. Во-первых, я не утверждаю, что вот этот моё прозрение – это аналогия истинная. Просто очень похоже и логично. Во-вторых, история Древнего Рима тоже сфальсифицирована во многом. Там есть такие интереснейшие вещи, как таинство. О таинстве древнеримских мы поговорим в другой раз. Но пока такая гипотеза о том, что, возможно, слово «баба» происходит от слова «барбария». И, естественно, не относится она только к женщинам, а относится ко всем лицам, вне зависимости от половой принадлежности, которые не отягощены знанием, а живут исключительно здесь и сейчас или по воле ветра, то я считаю, что оно имеет место быть. И каждый, кто называет свою жену, дочь, мать, бабой, тот должен понимать, что это, в общем-то, оскорбление. Поэтому, уважаемые друзья, немножко думайте над словами. И сами не превращайтесь в баб. Если говорите, ну, в первую очередь, я так к мужчинам относится, конечно, да, то говорите по делу. Ну, а если говорите по делу, говорите красиво и правильно. Саляму алейкум, ва рафматуллахи, ва баракяту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова